Срыв ремонта самого крупного городского бассейна Саратов ставит под угрозу карьеру спортсменов. Напомню, областное министерство спорта полгода не может выплатить долги за аренду физкультурно-спортивному комплексу. Речь идет о 3,5 миллионах рублей. Эти деньги руководство ФСК планировало потратить на ремонт бассейна Саратов и замену окон и кровли в манеже спорта. О том, как долги министерства отразятся на развитии саратовского спорта, расскажет Юлия Шишкина. Каждый год пловцов и ныряльщиков здесь сменяют рабочие и прорабы. Но в этом сезоне ремонт в бассейне Саратов грозит затянуться. Областное министерство молодежной политики, спорта и туризма не перечислило деньги за аренду объектов физкультурно-спортивного комплекса. Нас успокоили, что ребята, не волнуйтесь, деньги будут. Но дело в том, что работы начаты, денег пока не видно. Работы начаты за счет средств подрядчиков. Закуплены материалы на средства подрядчиков. Но я думаю, что карманы у подрядчиков не резиновые. Когда-то у них денежки кончатся. Долг в 3,5 миллиона рублей министерство обещает перечислить уже полгода. Это примерно половина суммы первоначальной сметы ремонта. Бассейн Саратов хотят кардинально преобразить. На этом месте будет сидение с подогревом. Что будем делать? Полный демонтаж старой трубы, восстановление новыми трубами из шитого полиэтилена. Впервые за 53 года существования бассейна реконструируют 5- и 10-метровые вышки. Они предназначены для одиночных прыжков в воду. А когда помосты расширят на метр, синхронные прыжки смогут отрабатывать пары. Кроме того, планируют полностью заменить стены и полы вокруг большой чаши. Без денег все это под большим вопросом, говорят ФСК. И уже подали в суд на министерство. Кого из чиновников накажут и когда, неизвестно. А вот на спортивных результатах отсутствие тренировочной базы скажется незамедлительно. Если пловцы, да и прогуны, тоже все остальные спортсмены в течение трех или четырех месяцев не плавают, то есть они будут растренированы полностью. Президент Саратовской федерации плавания Александр Грачев много лет тренирует пловцов. Он считает, что затянувшийся ремонт бассейна Саратов угрожает всем связанным с водой видом спорта региона. Пострадают пловцы, триатлонисты, синхронистки, ватерполисты, многоборцы. Спортсмены начинают искать места, где условия получше. Это Волгоград, я имею ввиду пловцов. Волгоград, Пенза, это ближайшие к нам. Даже Москва интересуется. И то, что наш мастер спорта международного класса Бутымов уехал в Коми, это тоже результат того, что условия здесь не соответствуют. О значении современного бассейна для саратовских спортсменов говорят давно. Очередной всплеск внимания случился, когда золото Лондонской Олимпиады в прыжках в воду выиграл наш земляк Илья Захаров. Благодаря ему пошли разговоры о строительстве дворца водных видов спорта. Наконец-то появилась мечта, наверное, тысячелетия, что у нас получится построить новый бассейн. Много очень детей занимается в нашем бассейне, которые перспективные, которым просто что не хватает, так это только реализовать свои желания. А для того, чтобы их реализовать, нужны условия. Александр Грачев по поводу дворца настроен скептически. Говорит, регион не тянет и мелкие обещания. В этих бассейнах, которых понастроили, кучу денег израсходовали. Я вот на эту тему тоже говорил. И у нас нет денег для того, чтобы провести чемпионат области два раза в году. Вот два раза мы уже провели, никакой оплаты нет. По словам Грачева, последние два года для саратовских водных видов спорта выдались просто феерические. Только в плавании. Восемь мастеров спорта, один международник, победы и медали на первенстве России и универсиаде в Казани. Зазвучали имена Артема Чесакова, пловцов Степана Суркова, Антона Бутымова, Ивана Кузьменко, Романа Шевлякова. Если остальных не поддержит власть, элементарно вовремя не откроется бассейн. Уедут и спортсмены, и тренеры. Знатоки говорят, потери тренерских кадров даже страшнее. В Саратовской области это богатство пока есть.